Далеко не все знают, что есть в Нижнем Новгороде официальный титул «Самый красивый балкон города». Утопая в многообразии цветов, их здесь больше ста видов, этих стен будто и вовсе не касалась рука человека. Никаких тебе спутниковых тарелок или кондиционеров, а вы когда-нибудь видели, чтобы на фасаде обыкновенного панельного дома вдруг расцветал виноград? Ольга Яковлевна со смехом рассказывает, просто не смогла вовремя остановиться. Любовь к природе сподвигнула меня на такие подвиги, и я взялась озеленять его сразу, как только въехала, можно сказать, на следующий же день. Посадив сначала под окнами у себя какие-то минимум растения, саженцы, ну а потом перешла более масштабно уже напротив и вокруг. У меня посажена рябиновая аллея мной, очень давно, которая, посмотрите, уже как прекрасно выросла. Розы, флоксы и особенно любимой Ольгой Яковлевной фуксии. Каждый цветок тут на своем месте. Но ведь нет, как известно, пределов совершенства. Нужны высокие вазоны, решила хозяйка. Решила и тут же подала заявку на участие в проекте «Город, в котором хочется жить», выиграла сертификат. И вот они, два новеньких вазона прямиком из чебоксаров. Как будто всю жизнь тут стояли. Очень красиво. Ее недавно сделали, да, очень красиво придумали. Мне всем очень нравится. Организаторы социального проекта, городская администрация и Всероссийский совет местного самоуправления, куратракции и депутат Андрей Власкин признается, побольше бы таких неравнодушных жильцов. Я первый раз вижу такой благоустроенный двор. Я сперва даже не поверил, неужели так бывает. Такие заявки этих людей надо прям галочками выдвигать в первую очередь, потому что они делают, у них получается, и они сохраняют это самое главное. То есть прям молодцы, молодцы. Все берегут такую красоту. Когда один цветочек, его можно сорвать, а когда уже вот такая красота, такой сад, конечно, тут уже жалко. То есть никто не трогает, все у нас хорошо. Нашлось здесь место и для зодчества в миниатюре. Избушка на курьих ножках, крохотные деревянные колодицы, старые игрушки. Составляя экспозицию двора, создатели явно не жалели фантазии. Кстати, в следующем году жители дома номер 7 по улице Политбойцов в Автозаводском районе снова планируют участвовать в акции, но подробности пока не раскрывают, а то вдруг не сбудется.